Если можно, я хотел бы показать несколько слайдов. Первый эффект, который мы имеем сегодня от санкции, он значительно более мягкий, чем ожидали все эксперты. И эксперты, что называется, по ту сторону мер, которые предпринимались против российской экономики, и российские эксперты. Рубль укрепился, и этому есть свои причины. Конечно же, в том числе укрепление рубля повлияло на инфляцию. И то, что мы видим сейчас, снижение ставок и возобновление кредитования экономики, это важнейший фактор придания ей устойчивости. Ну и, конечно, огромный профицит торгового баланса, резкое снижение спроса на валюту, резкое снижение импортных потоков привели к такому переукреплению. В общем, такой ситуации я не помню никогда, когда валюта, собственно говоря, в России никому не нужна, банки вводят отрицательные комиссии, спроса на валютные активы нет. И сегодня мы находимся в достаточно парадоксальной ситуации. И, в общем, ситуация кажется не столь драматичной. Но, конечно же, санкции, предпринятые беспрецедентные в мире санкции, приводят к тому, что большая часть экономики Российской Федерации находится под ударом. На страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% экспорта российского и под угрозой 15% ВВП из-за тех ограничений, которые сегодня введены в Россию. Планируется усиление санкционного давления до 90% отказа от российской нефти по планам ЕС к концу 2022 года. И к 2027 году ЕС планируется отказаться от российского газа. Импорт. На стороне импорта тоже сложная ситуация. 51% импорта приходится на те страны, которые ввели санкции против Российской Федерации. Конечно, ключевой наш торговый партнер Европейский Союз. 32% импортных поставок в страну. И, конечно же, это сегодня затрагивает целый ряд очень чувствительных сфер, таких как машинное оборудование, фармацевтика, транспортные средства и так далее. Порядка 30 миллиардов критических позиций, 30 миллиардов долларов критических позиций импорта из стран, которые ввели санкции против Российской Федерации. Еще одно серьезнейшее ограничение – это логистика. Мы видим, что произошло падение, в первую очередь, морских перевозок. В шесть раз сократился объем контейнерных перевозок. Мы видим менее рациональное перераспределение логистики на автомобильный транспорт. Ну и, конечно, огромные сложности с воздушным движением. Как результат, если ничего не делать, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики и примерно возврат ее на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет. Мы хотим сегодня обсудить, собственно говоря, поставить на повестку дня два вопроса. Вопрос первый – это образ российской экономики 2030. Какой мы видим и какой мы можем получить в результате макроэкономической политики структурно ВВП Российской Федерации и образ социальной политики в Российской Федерации к 2030 году. Горизонт более ранний, смысла нет брать. Конечно, это будут непростые годы, в которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год – это, наверное, единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать в качестве базы для построения каких-то макроэкономических сценариев. Потому что макроэкономика имеет очень большую инерционность. Первый сценарий мы условно назвали «труба на восток». И, в общем, этот сценарий уже реализуется. По словам «труба» мы имеем в виду все традиционные российские экспортные товары. Российская экономика на самом деле продемонстрировала совершенно необыкновенную гибкость. Но никто не ожидал, что с таким быстрым темпом будет происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию. И, конечно же, происходит это во многом благодаря тому, что российская экономика за эти годы приобрела уникальный опыт. И большая ее часть является частной. Потому что только частные инициативы, только огромное количество субъектов, независимых субъектов в экономике могут вот так быстро перестраивать свой бизнес, в том числе перестраивать экспортные потоки. И мы видим, что, допустим, если говорить о нефти, то 73% поставок в марте-майе уже перенаправлено в страны, которые не ввели санкции против России. И, конечно же, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в такие сроки перенаправить такие потоки, в общем, не очень реально. Тем не менее, мы видим, что это происходит. Газ и нефтепродукты значительно более сложные с точки зрения логистических всех цепочек продуктов. Но, тем не менее, мы видим, что, скорее всего, и здесь будут найдены свои решения. Но этого недостаточно, конечно. Мы видим, что средняя доля экспорта по крупнейшим развитым странам, она вот примерно такая. И мы видим, что, конечно, нам предстоит огромная, огромная работа по адаптации в целом всей структуры нашей экономики. Главный вызов, конечно, это обеспечить структурную перестройку нашей экономики. То, что не удавалось сделать многие-многие годы. Потому что, если посмотреть на структуру экономики, она поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом. И перед нами стоит сейчас огромный вызов в совершенно других макроэкономических предпосылках сделать тот самый трансформационный рывок, который не удавалось сделать в последние десятилетия. Что для этого нужно сделать? Какую экономику мы хотим построить к 2030 года? И вторая часть нашей дискуссии – это ответ на вопрос, как? Какие условия нужно создать? Как построить этот самый мост в будущее? И я хотел бы попросить коллег поставить на голосование два вопроса, которые мы подготовили. Если можно, вы видите сначала QR-код. Мы используем традиционно такой инструмент, как WAN-Speak. И просьба через QR-код войти в... Откройте камеры и можно будет войти в режим голосования. И поставьте, пожалуйста, первый вопрос. Какой желаемый сценарий, на ваш взгляд, оптимален для российской экономики? Ответ первый – это то, что мы обсудили уже, и то, что по факту, наверное, так или иначе будет происходить. Это перенаправление торговых потоков на восток. И второе – это изменение структуры российской экономики, диверсификация российской экономики, которая являлась задачей последней десятилетия. Включите режим голосования. Коллеги, только почему-то нет режима голосования на... Есть? А, есть. А если можно, если можно, продлите, ребята. Я думаю, что не все, может быть, успели. Хотя бы еще 10-15 секунд. Ну, в общем, результаты уже есть. Да, и 27,9% участников сказали, что наиболее оптимальный режим – это изменение перенаправления торговых потоков на восток. И 72% проголосовали за то, что нам необходимо изменить структуру экономики. И тогда, коллеги, я прошу поставить на голосование второй вопрос. Какой сценарий вы видите или вы считаете наиболее вероятным? Во что вы верите? Какой из этих двух сценариев на практике реализуется? Пожалуйста, включите голосование. Что произойдет? Вопросы на интернете. Вопросы на интернете. Вопросы на интернете. Ну, это неожиданно. Это неожиданно, да. В зале у нас, очевидно, находятся оптимисты. Поэтому 60% участников считают, что мы добьемся результатов диверсификации. Это действительно неожиданный результат. Мы вчера спорили по поводу того, какие цифры могут быть, но тот результат, который есть, он впечатляет. Итак, если позволите, коллеги, тогда перейдем к дискуссии. И первый вопрос, конечно же, я хотел бы адресовать. Так, я увидел, что я забыл Алексея Борисовича Заботкина представить. Заместитель председателя Центрального банка. Простите, пожалуйста, Алексей Борисович. Еще один. Субтитры сделал DimaTorzok